Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне нравится один мужчина, он развелся из-за травматического прошлого, он не хочет уже в своей жизни любовные отношения. Но я не знаю, что произошло в его жизни, знаю только одно, бывшая жена болеет раком, и у него есть сын. Один раз он сказал, ты мне очень близкий человек, уважаю тебя, я люблю как близкого другу, любовного отношения я не хочу, я развелся, никакая семья не примет меня больше. Мою семью родители имеют в виду, потому что он развелся, я никогда не была замужем, у нас в Кавказе не принято, чтобы незамызная девушка вышла замуж за разведенного. Я его люблю, с его на жаль, как заново создать интерес к семье и к любовным отношениям. Чувствую, что он тоже хочет отношения со мной, но его приостановлю в грустное прошлое. Ну, во-первых, несложно, если увидеть противоречия. Вы пишете вначале, что вам нравится мужчина, а потом вы говорите, что вы его любите. Как-то вы определитесь, он вам нравится или вы его любите. Потому что вещи разные, так скажем. Ну, то есть это разные вещи, если вы человека любите, если он вам нравится. Поэтому как-то вот здесь выглядит все несколько так, что вы сами не до конца свои чувства можете идентифицировать, и сами до конца понимаете, что именно, ну, что конкретно с вами происходит. Это первое. Второе. Обратите внимание. Я его люблю, говорите вы. Как заново создать интерес к семье, к любовным отношениям. Это не про любовь. Это про то, что вы с ним хотите создать отношения. Это не про любовь. Ну, вот так вот, если брать, да, то это не про любовь. Это больше именно про то, что вам нужны отношения. Если вы хотите, ну, вот это вот, это вот, про это я, в принципе, вот здесь я вам, в принципе, верю, вполне, что вам нужны отношения, что вы хотите, ну, отношения и так далее, я вам верю, вот. Так это не про любовь, это про то, что вам нужно, вот. Еще раз повторюсь, не нужно путать, ну, не нужно путать разные вещи. Вот, а вы это, вот, к сожалению, делаете. Вы, к сожалению, путаете эти разные вещи. Вот. Если вам нужны отношения, это одно дело. А если вы любите его, это другое дело. Тогда вам нужно принять его позицию, его выбор, каким бы он, его выбор, в смысле, не был бы. И так далее. Понимаете? А что будет, если у него так и не появится интерес к семье и любовным отношениям? Все, любовь пропадет, исчезнет, как-то работают. Вот. Дальше. С чего начать? С того, чтобы разобраться в себе и определиться со своими чувствами. Человек, очевидно, травмированный. И если вы будете ему демонстрировать, ну, условно говоря, вот, такую неоднозначную позицию свою, это еще больше его травмирование. Ну, первое, разобраться в себе. Второе, общественность получил узнать. И третье, как бы, давить на его интересы. Вот. Давить на его интересы, при этом оставаясь с собой. То есть, не изменяя себе, не подавляя себя, не ломая себя. Вот. И если все случится хорошо, может быть, вы будете вместе. Но перед этим вам нужно, первое, разобраться в себе. Второе, рассмотреть противоречия, связанного с бывшими национальными особенностями. И четвертое, ну, а какие перспективы? Вот. Так что, как-то так. Я думаю. И, как и сказал мой коллега, у вас есть достаточно тревожная тенденция спасать, вот, человека. Вот. Понимаете, как бы. То есть, явно вы здесь начинаете думать за него. Это не та позиция, которая необходима для построения гармоничных отношений. Почему? А, ответ простой. Потому что у человека, в данном случае, появляется слишком много власти. На, 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 на два. Что это, что это значит? Слишком много власти. Это значит, что он, такой неприступный, такой страдающий, несчастный. А вы будете его убеждать в том, что он, ну, в общем-то, имеет, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот, вы будете стараться его в этом видеть, и это дает ему больше власти над вами, а вас оставляет вот в, не совсем мягко говоря, выгодной позиции. Понимаете, да? Вот так это в принципе работает. Я думаю решать тут вам конечно, но на мой взгляд есть риск, манипуляции. Вот. Ну то есть такой серьезный достаточно, мне кажется, риск манипуляции. А дальше вам решать уже, как вы будете действовать. Я надеюсь только что вы не будете торопиться с решением. Ибо никогда ничем хорошим это не доканчиваться. Вот. Как-то так, пожалуй. На этом все. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! 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 Удачи!